здарова народ отличный кадр стал такой нет учек написал типа посмотри обзор там этого типа вот по mortal kombat фологии саб-зиро мне понравится я смотрел этот обзор уже давно вот но не только этот обзор от него я смотрел там по другим mortal kombat а мы вообще просто было интересно не увидел по 48 минут то есть здесь хочешь не хочешь а что-то доскажет блять они тоже когда блядь там вот эти всякие как их там блять лохвиновы и прочее блять то стоять что-то пиздят там минут 5 и все ну 10 максимум это здесь целых 48 минут то есть это блять почти час времени сидишь смотришь блять там спокойно можно что-то взять похавать вот он там рассказывает конечно эти сценки тоже тупые бывает делает там в костюмчиках но это такое знаете там можно перемотать вот а так в целом что-то тоже пиздит но я не помню честно говоря хвалил он эту игру или нет я помню точно что он хвалил тот шаолин монкс ебучий блять а вот насчет этой игры я не помню хвалил или нет но на герна блять раз до сих пор обзора на него нет на этого типа значит наверно хвалил пусть может конечно не прям там жопу целовал да но тем не менее какие-то позитивные мысли рассказывал еще кстати да этот же чек написал типа блять странно что mortal kombat 4 какие никакие видеоролики есть блять а в mortal kombat 11 картинки с текстом блять вот это кстати тоже блять это такой отличный вообще момент который он заметил просто отличный потому что ну блять это серьезно mortal kombat 4 блять и дарят хуйня хуйня игра а там что как-никак блять ну сука есть видеоролики блять которые записали тогда же ёмая даже на эту nintendo 64 которая не вытягивала нифига бля даже для них там какие-то на движке игры записали и те блять хоть анимировано что-то блять а mortal kombat 11 просто картинки блять налепили и все да ну я блять mortal kombat 11 особо не рассматривая как-то не думая об этой игре с позволения сказать игре конечно тоже вот поэтому даже как-то и в голову не пришло действительно сравнить а ведь по факту да по факту ведь так и есть в жопу целуют эту mortal kombat 11 блять она по факту даже хуже чем ненавистное имя mortal kombat 4 по многим аспектам блять mortal kombat 4 хотя бы mortal kombat там остается блять а не то что этот шелак 11 часть вот ну собственно чё впредь смогу вот еще сказать да по поводу там mortal kombat и мифологии саб-зиро там да вот это шаолин монгса и там и прочая всякая хрень и птич снаряд это поражает когда люди берут и на полном серьезе там блять вот как вчера смотрели видео да там обозревают mortal kombat 4 поэтому уже в 2020 году и на полном серьезе сравнивают и с будущими играми там вот или когда сравнивают там как этот есть джонни да вот этот тоже блять клоун сука интернетовский блять когда сравнивает непонятно блять mortal kombat мифология саб-зиро и mortal kombat шаолин монгс при этом он ее даже не может нормально сравнить то есть он он говорит то что mortal kombat шаолин монгс лучше чем мифология саб-зиро но при этом приводит доводы какие-то вообще тупые абсолютно пытается засрать игру пытанную меду мифологию саб-зиро да и пытается оправдать там как-то вознести шаолин монгс и при этом реально берет и просто шкварит шаолин монгс и ничего в принципе не может сделать мифологии саб-зиро чтобы подтвердить свои слова о том что то яра плохая то есть чему он приебывался да вот я делал обзор кстати по мифологии саб-зиро можете глянуть и по шаолин монгса тоже потом как он играет то есть на его примере просто возьмем да и также принципе все рассуждают потому что своего мнения у всех нету да не смотрят такие как джонни и затем уже начинают повторять как блять эти как попугая нахер вот ну и какая собственно херня да он говорит типа блять mortal kombat мифологии саб-зиро там блять то видеоролики там блять какие-то как косплеера выглядят в костюмах то блять этот геймплей там какой-то неудачный то спецприемы блять там какие-то ты их не используешь то сложно делать спецприемы блять то там какие-то неочевидные вещи блять то можно умереть короче реально приебуется ко всякой херне при этом блять сам подыхает в этой игре во многом тупо специально то попробовать то еще что-то то но это видно вот когда человек понимать когда он подыхает реально по незнанию а когда он подыхает просто чтобы блять спропагандировать какую-то хуйню при этом ари типа геймплей mortal kombat мифология саб-зиро не интересный там все такое берет шаолин монгс и как вот можете даже посмотреть а в том видео говорил да что вот блять сука отвечаю будет играть за кун лао шаолин монгс это на тот момент еще не видел и он реально играл потом за кун лао просто это ну как сука ну настардамус я хули блять дедушка настардамус блять вот и берет кун лао и просто неимоверно интересный геймплей подпрыгивает воздух и вот эти делает полеты ногой полет ноги полет ноги полет ноги полет ноги полет ноги и только этот удар и при этом он осуждает то что mortal kombat мифология саб-зиро там имеет какой-то скучный геймплей понимаете вот опять же да а и сравнивает что самое главное блять эту игру там в графическом плане хотя по сути честно говоря в мифологии саб-зиро если взять от на на телике как полагается не на современных телевизорах на которых понятное дело физически не вытянет графика показывает нам в hd или или еще там что-то да но нет столько там полигонов игра вышла девяносто седьмом году если взять эту игру на старом телеке включить там графон я вам говорю сейчас такой графики не делают реально и при том при всем все задники в 3d вот они как взяли да вот последние игры вот эти там mortal kombat и до последние mortal комбо 9 10 и 11 мое почтение джонни ну и так же сверху немножко и инжастис вот эти да они делают как задники в 3d а это блять в 2d боевка вот по сути то же самое и в мифологии саб-зиро используется по сути то же самое только там задники блять тысячу раз красивее даже вот если вы посмотрите особенно второй уровень блять нет что-то он нравится хотя и пятый уровень классный тюрьма душ там обалденные уровни ну короче блять вот если хотите можете сами посмотреть конечно сейчас вряд ли вы сможете ощутить это да учитывая скажем так что все играют в основном на эмуляторах вот там естественно графика далека от того что было раньше вот на старых телеках а так вот если вообще взять на старых телеках вот реально и включить сонку playstation то игры которые вот они говорят там да вот эти resident evil и прочая вся эта хуйня реально там смотрится просто от блять парашно а вот игры которые они шкварят мифология саб-зиро там например или еще другие игры они смотрятся реально конечно да видно что это ну не то графика но блять там нет таких срезанных углов блять я живу как вот мифологии саб-зиро например там реально как как взяты буквально вот блять и двор играешь настолько ахуенно передана там атмосфера этого уровня и когда идет это тоже сравнение блять по графическому по графическому плану да по графике вообще вот там шаолин монгс и мифология саб-зиро и тогда когда блять шаолин монгс даже нет видео вставок понимаете то есть этот чел блять джоннинах он тупо берет и засирает видео вставки опять же в этом мифологии саб-зиро хотя на тот момент блять у меня извините но увидеть реально живых актеров играющих мифологии саб-зиро когда у тебя под боком были блять муртал комбат 1 марта кома 2 фильм и ты тут наблюдаешь тоже саб-зиро который между прочим очень похож из фильма который был потом на куанчи какие-то новые персонажи и бата для тебя это реально ну для пацана тогда было это вообще пиздец нихуя себе какой-то новый фильм и плюс mortal kombat 4 тоже вот эти вставки эти кинематографические были реально что-то тогда даже мысль такая была блять где-то есть наверно mortal kombat 3 фильм а мы о нем не знаем и как блять можно вообще засирать это все я не могу понять как вообще может блять рука подняться засрать игру блять которая тебе такие возможности тогда давала но это я не говорю это надо быть просто идиотом самым настоящим вот и когда он сравнивает тоже блять этот шаолин монгс блять в котором даже видео вставок не умудрились сделать сделали какие-то реально вообще убогие лица но если хотите хотите вот посмотрите как я реально обозревал шаолин монгс мифология саб-зиро именно от джонни и обозревал от рушина нидзука блять сам проходил мифологию саб-зиро это джонни тоже обозревал блять посмотрите и вы в принципе все поймете ну и как тоже дат пару видео он там делал блять по шаолин монгс я тоже обозрил можете глянуть вот ну чтобы как-то более подробно это все понятно что там уже всего не помню так в двух словах могу сказать что я там снимал вот а так прям в деталях конечно сказать не могу на полном серьезе это сравнивать и еще более того блять сравнивать игры абсолютно разных поколений то есть mortal kombat мифология саб-зиро это графика ну еще скажем так mortal kombat 3 с переходом на новые движки на 3d то есть она такой знаете как два с половиной д скажем тогда вот то есть стране 97 год и 2005 8 лет разницы сравнивать на тот момент то есть начало 3d и самый расцвет 3d то есть уже после mortal kombat 4 после special forces после д для альянс после deception а да только выпустили шаолин монгс и этот гусь на полном серьезе блять говорит о том что эта игра лучше чем мифология саб-зира но понятное дело блять 8 лет то разница йоханый бабай не надо быть каким-то там блять сука гением или умным чтобы понять что 8 лет это 8 лет тем более на тот момент если сравнить например 8 лет я вам сейчас вот скажу примеру да чтобы понимали я там тоже сравнивал да но тем не менее это вот первый серьезный сэм например и эфир ну к примеру первый фир это не то что сейчас 8 лет например взять да там я не знаю первый assassin's creed и assassin's creed 3 там разницы не будет это сейчас 8 лет это такое тоже дерьмо но на тот момент 8 лет это ого-го возраст блять это это офигеть какое время там буквально каждый год уже улучшалась графика посмотреть например 1 underground 2 underground most wanted carbon pro street это все вышло в течение пяти лет и сравнить 1 underground и pro street графика разница колоссальная так это 5 лет а шо ж говорить 8 лет тем более с 90 готов с 97 это считай ну такой блять от середины 90 до до скажем так концовки 90 и уже блять середина двухтысячных йоханый бабай ну я не знаю это быть полным кретином чтобы блять отбрать и засирать mortal kombat мифология саб-зира при этом говоря что шаолин бонкс блять на голову выше ебать возьми ты блять не знаю сука сравни это с mortal kombat 3 например который вышел тогда за два года да возьми сравни с той же mortal kombat 4 которая параллельно с этой игрой вышла возьми сравни с mortal kombat ultimate 3 че не сравнивает то блять а потому что ultimate сосет на фоне этого а там разница всего год 96 97 год тут не сравнишь тут видите ли блять мифология саб-зира получше будет нельзя хвалить игру потому что кто посмотрит да все скажут о смотрите блять ему нравится эта игра блять типа он с нами не согласен блять дизлайк отписка блять он подсасывает вот это каждому блять каждому мнению шаолин монг всем нравится блять хотя по факту шаолин монг вообще ни о чем вообще ни о чем я смотрел эту игру ну да как бы для для ребенка без базара там поиграть вдвоем когда ты до этого играл только друг против друга там в ultimate mortal kombat 3 все такое конечно это рывок вперед но это не заслуга шаолин монг на тот момент возьми любую игру возьмите до для альянс deception после mortal kombat ultimate 3 да любая игра тебе зайдет и скажешь вау нифига себе это не заслуга шаолин монг единственное чем выделяется шаолин монг это то что можно играть вдвоем на прохождение все это единственное а так это по сути играю но вообще ничем не возьмет не реализмом не физика и блять не боевка ничем абсолютно вот ну дурачки как бы принципе не знаю даже как оценивать игры они не в состоянии этого сделать для них вот блять вот им что-то там нравится блять и они готовы в жопу целовать это и все вот у них там есть какие-то не знаю ностальгические чувства у них не было соньки 1 да они там потом купили какую-то не знаю бэушную наверно вторую вторую playstation прошитую ебать взяли пиратский этот блять mortal kombat блять стали в него играть и для них это естественно как вот что-то новое а там обида лежит блять вот playstation тогда была сильно дорогая первая сонька и они естественно не застали это время для них это от обидно блять и все и это по сути единственная причина на самом-то деле все остальное просто отмазки почему-то я могу например найти плюсы shaolin monks на самом деле могу да это на прохождение вдвоем это возможно довольно таки длинная игра но опять же если например играть сейчас я бы не смог играть в эту игру потому что я не вижу в ней реализма абсолютно никакого вот эти удары он там подбивает я лучше поиграю в бладрейн реально чем в эту игру то есть если вот реально сравнивать игры на прохождение то mortal kombat shaolin monks там будет блять на одно из самых последних мест потому что я жарю какие то же самый бладрейн например принц персии есть кстати вот если уж брать и сравнивать графику блять и все остальное то надо сравнить с принцом персии из бладрейн 2 mortal kombat shaolin monks они с блять мифологии саб-зира вышедшие за 8 лет до этого или спешил форс из блять который сделался блять уже полностью а потом тобиас ушел блять и там блять больше 50 процентов блять всех наработок убрал оттуда и они блять сравнивают это вы понимаете они не говорят по факту что вот блять эта игра это просто обрубок от спешил форс из понимаете они не говорят этого потому что блять тогда получается что блять спешил форс из блять ну как она конечно не прямо уж охуенная игра да ну честно мне отлично реально понравилось но тем не менее блять даже в обрубанном состоянии блять эта игра работает блять эту игру можно пройти и там между прочим да ну конечно когда был малой я тоже там поиграл буквально первый уровень дальше там не смог открыть двери что-то как-то блять ну не зашло мне особо играть в эту игру но тем не менее я вот когда сейчас уже в таком возрасте вот я тоже проходил спешил форс из у себя вот на канале тоже можете глянуть я играл и честно потом втянулся даже вы это блять реально вот если ты ловишь вот этот скажем так скорость этой игры реально можно втянуться даже и получать удовольствие от этой игрухи и она по сути ничем не отличается от шаолин монгс только того что движок еще был не настолько развит а так то же самое вот и все блять так а вот эти фанаты тоже да блять шаолин монгса ли они никогда не сравнят игру с принцом персии вот никогда тогда через три года кстати даже не через два года это 2005 год шаолин шаолин монгс вышел до через два года в этом же году кстати вышел принц персии два трона за год до этого 2004 вышел вышла схватка с судьбой в 2002 они в 2003 году вышли пески времени и в песках времени 2003 года графика куда лучше чем шаолин монгс можете даже сами глянуть лицевая анимация и все такое этого и вам никто не скажет из фанатиков вот этих хуесосиков фанатиков этих шаолин монгса и блять они не умеются они не хотят просто понимаете смотреть правде в глаза они создают этот тупорылу медиа типа блять вот у меня вот ностальгия блять по шаолин монгс нахуй я хотел бы новую игру и начинает вот это впарывать типа все об этом говорят хотя всем вообще насрать на этот шаолин монгс что все об этом говорят всем об этом интересно блять не вот это внедряют блять вот эту хуйню блять в зрителя а зритель туповатый слегка зритель не понимает что ему просто лапшу на уши вешают блять он подхватывает это и создается вот эта видимая иллюзия всякой хуйни типа блять там шаолин монгс выйдет новая часть там блять эдбун сказал выйдет но какой нахуй бун сказал новая часть блять какой нахуй новая часть шаолин монгс блять чё ты блять вообще несешь если тебе так хочется это не значит что эду буны это хочется ну да конечно блять если взять вот так вот навешать лапшу на уши блять то скажем так будет идти такой слух но дальше слуха это не пойдет но потом как все начнут типа вот блять мы ждали шаолин монгс они разочаруются в игре они разочаруются там в компании или еще что-то блять понимаете и вот это все реально идут уже последствия вот это вот обмана обмана от кого-то какого-то дебила умственно отсталого которому блять вот не знаю сука хочется блять поиграть какую-то игрушечку блять с детства ибо мне тоже например хочется и бать этот ремейк как его мифологии саб-зиро даже мне теперь визжать об этом везде или что или говорить зрителям вот там это бунт сказал что будет ремейк этого блять мифологии саб-зиро или что мне кстати кто-то писал что джон тобиас вернется ну теперь вернулся бляда в этот в работе с mortal kombat а дати по warner бразерсон там работать все блять я теперь должен был отверещать все блять смотрите миф это мифология саб-зиро ремейк будет блять джон тобиас вернулся к mortal kombat у блять не ну реально ну не знаю я бы себя тогда дебилом полным чувствовал как те блять всякие вот эти джонни блять бенгики против всякие блять как они себя не чувствуют дебилами я не знаю наверное для них это ну реально блять по природе быть дебилом наверное не есть дебилы раз и их это не смущает такую хуйню вообще нести вот вот такая хуйня блять ребят вот такая хуйня поэтому блять когда вам вот это говорят там блять шаолин монгс блять она там лучше чем блять мифология саб-зиро во первых посмотрите на разницу возрасте этой игры это самая первая блять на качество картинки конечно блять но смотреть нет смысла блять 2005 и 97 год а если уж сравнивать блять то сравните тогда вот эта мифология саб-зиро с играми которые вышли тогда же в 97 году в 98 96 а шаолин монгс сравните с играми которые вышли в 2004 5 6 и это будет справедливо а то получается блять сравниваем нахуй mortal kombat 1 грубо говоря да и mortal kombat 11 блять хотя я бы еще поспорил какая игра лучше но в графическом плане вот это любят сравнивать блять с геймплеем блять еще вот это тоже самый главный нюанс о котором никто блять не говорит из фанатиков mortal kombat шаолин монгс знаете какой блять это не вечно ноют да типа вот блять типа управление в мифологии саб-зиро там плохое там туда это тут это то ли дело блять шаолин монгс ну конечно блять мифология саб-зиро это была игра как эта игра разрабатывала всего лишь блять двумя людьми джоном тобиасом и еще там каким-то типом половина этого блять медвей это была первая игра в которой вообще вот это было был какой-то сольник и блять и сравнивать эту игру блять обсирать но я не знаю почему тогда mortal kombat 1 mortal kombat 2 никто не обсирает блять ведь это тоже по сути ну блять там они далеки до идеала ни комбинации нет ни персонажей толком блять почему там не сравнивают а там вот блять музейный экспонат говорят типа надо с уважением отнестись первые игры так блять надо же с мифологии саб-зиро тогда равносильно относиться и к mortal kombat 4 это да это не первые части игры но одни из первых но это блять самые первые части которые были скажем так первопроходцами своем жанре мифология саб-зиро по прохождению блять отдельному до mortal kombat 4 это первая игра в 3d надо к этому тоже блять относиться то получается блять подставляем жопу туда куда удобно да где блять кто как кому нравится кому кто где блять тебе лайк поставит блять туда и под этой пойдем да и бать где хуем поманят туда и повернем голову да ну что блять ну серьезно и мне потом говорят блять не уважать этих людей блять да их даже за людей не считаю блять этих продажных шалав блять если они не в состоянии даже блять выполнить ту работу на которую они сами себя блять и наняли их никто блять туда не звал понимать им никто блять не говорил типа вот блять давай сука там оценивай игры блять проходите игры блять ему никто этого блять не знали не начал говорить блять он сам взялся блять взять и сравнить блять эти игры поэтому это только его проблемы раз он взялся не в состоянии это сделать ребята не знаю как можно блять со стороны зрителей блять как-то брать и защищать этого человека а потом конечно мне какие-то вкусы кажутся блять странными да когда я хвалю там special forces или mortal kombat 4 блять или там еще что-то а вы играли то блять в это время вы играли блять на старом телике в special forces блять вы играли на старом телике в mortal kombat 4 нет так хули блять тогда вы сравниваете блять я ж не говорю что сейчас mortal kombat 4 это охуенная игра блять именно по меркам современности блять я говорю что она вообще охуенная игра я это говорю уже исходя из долгих лет игры и то что в нее до сих пор люди играют в эту игру особенно на компе потому что до 2013 года до лета это была последняя часть mortal kombat а блять на компьютер в эту игру многие до сих пор играть и все то время с 98 года блять до 2014 блять все играли в mortal kombat 4 на компе да блять ни в одну другую игру столько люди не играют как в эту конечно можно там взять сравнить там всякие турниры типа проводят да ну блять турниры турнирами блять а когда люди сами просто играют в эту игру это чем-то договорит о почтение для джуни блять для этих гусей блять гусей блять ебаных в общем вот такая хуйня ребят чуть попиздел чуть поговорил уже в очередной раз наверное да эту тему затронул но тем не менее думаю вы смотрели на этих трех баб и так сказать тут на любой вкус да кстати вот слева баба если вот кому интересно да это вот идет сарина слева по центру киа и справа джатака то три персонажа которые в принципе должны были быть в этом mortal kombat x это ассасины этого блять куанчи но вместо них мы увидели блять всяких сука дворахов блять и эронов блэков ебаных блять и детей всяких пидорасов ну как бы сарину там увидели да чисто блять в видеороликах вот это сарина короче блять баба которая играет и слева она играла синделл mortal kombat 3 баба по центру это она играла соню mortal kombat 3 а справа ну просто баба так что такая хуйня ребят ну и чё еще в принципе да наверное все да хули пиздит то еще поговорили еще и думаю не раз будет эта тема затронута блять кстати надо вот возможно действительно записать свое мнение по поводу того что не сказал человек что тобиас типа warner brothers пошел работать блять поможет быть mortal kombat там связан но я не знаю как бы я такую информацию не видел но это было конечно здорово может записать свое мнение по этому поводу не знаю глянем вот ну на этом наверно тогда все могу еще сказать принципе что от mortal kombat мифология саб-зиро от персонажа которые вы видели который вернее вы можете здесь видеть если взять например саб-зиро блять это вообще лучший саб-зиро и всех mortal kombat of которые есть этот спецприемы такие что ого-го куан-чи тоже тут блять него лучшие приемы шина тут вообще это отдельная тема то тут любой монах рядовой блять запиздит всяких топовых персонажей блять из mortal kombat 11 блять вот ну такая хуйня ладно ребят давайте не будем то оттянуть за хрен енота да всем спасибо за просмотр ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на канал и всем до скорых встреч всем пока